Всем здравствуйте! Меня зовут Евгений Кузнецов, я являюсь шеф-поваром ресторана Сибирь-Сибирь на улице Смоленской, ДВ8. Сегодня мы будем с вами готовить рубленый бештекс с соленым огурцом и зернами горчицы. Также мы будем готовить с вами сегодня салат из сладких томатов с соленым сыром. Все, что у нас стоит на столе, это нам поставку сделала метро. Все быстро, вовремя, качественно. Лучший продукт заказывайте, советую. Начнем сначала мы с вами с соуса сметанного, который у нас будет на наш салат. Объясню почему. Потому что он должен настояться порядка 20 минут. Он делается с овощами. Нам с вами потребуется огурец свежий, один томат, немножко укропа, все свежее, стебли сельдерея, немного петрушки. Также нам потребуется перец, табаско, перец дробленый, оливковое масло, соус отчистя, соевый соус. И, соответственно, сметана от нашего метро. Натираем просто на мелкой терке все. На терке, чтобы сметана забрала все соки от помидора, от сельдерея, от уготца свежего, от укропа, от кружки. Ничего нету сложного в этом. Все делается очень быстро. Так же натираем сельдерей. Вот эти штуки, которые остаются, тоже можно кидать, потому что мы все равно будем процеживать все. То есть жопки там и так далее. Далее нарезаем мелко нашу зелень. Ну, можно просто пошинковать, необязательно там прям мелко. Я предпочитаю мелко. Чем мельче порежете, тем просто сметана быстрее возьмет с себя всю зелень. Ладно. Также режем помидор наш. Помидор можно резать более крупным. Мы все равно будем все перемешивать, он все соки отдаст. Теперь нам потребуется сметана. Если там берем все где-то приблизительно по... Если зелень берем меньше, то сметану кладем чуть больше. Один к одному, можно так сказать. Теперь берем соус вотчистер наш. То есть, если сильно пикантный, кто любит, можно больше добавлять. Если более нежный, то меньше. Ну, в принципе, делать можно все на вкус. Берем наш перец дробленый. Две жменьки кидаем. Берем табаско. Кто любит поострее, тот много добавляет. Кто не любит вообще, тот вообще ничего не другое. Берем соль морскую. Тоже от метра. Все от метра. Чуть-чуть солим. Добавляем чуть оливкового масла. Добавляем чуть соли соуса. Все. Все это дело перемешиваем. Можно чуть сильнее применять, чтобы помидоры отдали тоже весь соль. Сок в этом весь смысл и есть. Хорошо перемешиваем все это. У нас будет стоять 20 минут, но можно оставлять на целую ночь. То есть это, наоборот, еще лучше будет. Чем больше постоит, тем вкуснее будет. Просит повторить заправку, какая была. Заправка у нас получается сметана. Основной ингредиент. Потом у нас идут свежие огурцы, стебель сельдерея, петрушка свежая, укроп свежий, перец дробленый, соус вотчистер, соль. Соль можно, ну, морскую можно обычно добавлять, сою и соус чуть-чуть, табаско по вкусу, остринка. Если кто не любит табаско, потому что у него присутствует уксусный привкус, тот может добавлять просто перец чили стручковый. Оливковое масло. Если по граммам, ну, лучше делать на вкус, если по граммам, приблизительно на 0,5 сметаны, то есть на 500 грамм сметаны, нам потребуется 1 огурец, 1 помидор, грамм 30 укропа, грамм 20 петрушки, соуса, естественно, по вкусу. Все хорошо перемешали, ну, и оставили на 20 минут. Следующий у нас идет, все подготовим для нашего биштекса. Салат будем нарезать в последнюю очередь, чтобы помидоры ничего не отсеклось, не отошло и так далее. Сначала нарежем лук репчатый, берем, то есть у нас есть говядина, наша вырезка, именно вырезка, ребят, потому что, если будем брать какой-нибудь оковалок, биштекс, получится жесткий, то есть не сочный, невкусный, я советую брать вырезку. Не обязательно брать вырезку дорогую, то есть даже обычная вырезка подойдет хорошо. То есть на 300 грамм говядины у нас идет одна лукавица, лукавица грамм 60. Нарезаем мелким кубиком, желательно очень мелким кубиком. Вот мелкий кубик у нас есть. Этого будет достаточно на наш биштекс. Для нашего биштекса также потребуется зерно горчицы. Единственное, его надо запарить в воде на 2 часа, это я сделал заранее, чтобы зерно размягчилось, было мягче. А требуется нам получается зерно горчицы, соленый огурец, именно соленый огурец бочковой, и, соответственно, наша вырезка с вами. Все это делается. Вот. Этот биштекс мы будем готовить на сковородке, но кто не любит сковородку, может пожарить, например, на огне. Сейчас кто на дачах, соответственно, как и я, можно жарить на улице, на огне будет намного вкуснее. Так, теперь нарежем наши огурцы. Огурцы тоже режутся соломкой. Не соломкой, а кубиком. Мелким кубиком. Все идет мелким кубиком. Опять же, кто любит много огурца, тот добавляет много огурца, а кто мало, тот мало. Так как у нас рубленый, мы все туда режем мелко. Можно, конечно же, все это повторить через мясорубку, но будет не то. Вкус будет не тот, все будет не то. Процеживаем нашу горчицу просто. Все процедили. Добавляем сюда. Это где-то столовая ложка. Кто любит побольше, для первого раза сделайте одну столовую ложку. Я, на самом деле, горчицу люблю. Мне нравится из нее делать соуса. Также ее добавлять в мясо. Это очень крутая вещь. Можно добавлять ее в шашлык. Мариновать шашлык можно с ней. Подойдет хорошо к баранине, к свинине. Вот, хорошо сочетали. Нарезаем нашу говядину. Сначала нарезаем слайсом тонким. Нарезали. Спрашивает, английская горчица или баварская просто? На самом деле, кто такую любит. Баварская она более сладкая. Английская она более горькая. То есть, вот эта на самом деле английская. Но она мне больше нравится. Потому что у нее привкус приятной горчинки. И это очень, как бы, ну, мне нравится. То есть, кто не любит горчинку легкую, может использовать баварскую. Для соусов, конечно же, лучше использовать, для каких-нибудь цитрусов с горчицей, которые делаются, лучше использовать баварскую. Она туда больше подходит. Все, нарезали слайсы. Теперь рубим мелко. Ну и нарезаем мелко. То есть, получается кубики где-то сантиметром, ну, не сантиметром. Ну, не сантиметром, ну, 5 миллиметров на 5. То есть, пол на полсантиметра, можно так сказать. В сторону. Также повторяем такие движения с нашим мясом. Спрашивают, нож японский? Да, японский таджиро я использую. И маленький тоже самое таджиро. Пользуюсь ножами уже, вот именно этой коллекцией пользуюсь 7 месяцев. За 7 месяцев ни разу нож не точил, только ровнял. То есть, очень хороший, советую всем. Мясо нарезаем кубиком, необязательно его. То есть, рублено, это не значит, мы должны мясо тут рубить топором. Мы его просто режем мелким кубиком. Некоторые подумают, легче резать замороженное мясо. Да, замороженное мясо легче резать. То есть, ну, слегка подмороженное. Ну, я не советую, я советую, чтобы оно лучше было охлажденное. У него останется свой сок. То есть, вы не испортите никак мясо. Если замороженное, то у вас получится, отдастся водой. То есть, это совсем правильно. Так что, я советую просто резать мелким кубиком. Можно добавлять также сюда говяжий жир. Тоже таким же мелким кубиком. Если у вас, например, 100 грамм котлета, любишь текст, то на 100 грамм добавляем где-то грамм 20 жира резного. Ну, я не добавляю, опять же, так как я готовлю из вырезки. А вырезка сама по себе сочная. То есть, останется весь сок. В каждом этом кусочке будет оставаться сок. То есть, это очень круто. Мы будем жарить на сковородке. Можно было пожарить на улице. Но на улице у нас сегодня дождь. Он нам, конечно, не нужен. Но что есть, то есть. Да, и очень важный момент. Когда мы будем формовать котлету, то есть нашу биштекс, да? Я где-то делаю 300 граммовые, то есть, большие шайбы. Потому что, если делать маленькие, то они не будут такими сочными. То есть, лучше делать большую, хорошую, там, минимальная, где-то 250 грамм котлета должна вести. Ну, биштекс наш, то есть, рубленый. Кстати, эту котлету вы можете, не котлету, а биштекс, да? Вы можете заказать в ресторане Сибирь-Сибирь, где у нас работает доставка. Каждый день можете заказывать этот салат, эту котлету, все, что хотите домой, полуфабрикатом, в готовом виде. Хоть 30, хоть 40, чтобы все мы можем вам поставить. Спрашивают, это 300 грамм мяса? Да, 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 здесь 300 грамм ровно. Так, теперь, когда мы мясо нарезали, мы его чуть-чуть шинкуем еще. Тем самым мы ему придадим вязкость. Буквально чуть-чуть шинковали. Спрашивают, на мясорубке хуже будет измельчить мясо? Хуже, да. Не хуже, на мясорубке у вас не будет сочность, то есть, именно. То есть, мы используем все-таки вырезку говяжью, да, это как дорогой продукт. Я вам не советую дорогую вырезку пропускать через мясорубку, то есть, лучше рубленый. И рубленый, когда вы попробуете, на самом деле, очень сильно отличается. То есть, все, что делается своими руками, без мясорубки, все равно будет вкуснее. Плюс у нас рецепт, где мы добавляем огурцы, а через мясорубку огурцы пропускать, как бы, ну, не камельфо. Все, добавляем наш фарш. Получается у нас такая история. Теперь добавляем перец дробленый. Добавляем соль. Все хорошо это дело перемешиваем. Никакие яйца, ничего не надо, то есть, все, что нам и надо, это мы уже добавим. Перемешали. И добавляем сюда чуть-чуть воды. Я добавлю из крана, у меня здесь франши. Скважина. Так что добавляем чуть-чуть воды. Все это дело еще раз перемешиваем. Воды добавляем для сочности. Все хорошо это дело перемешали. Оставляем тоже минуту, хотя бы там на 10 постоять. Лучше всего убрать в холодильник. В холодильнике оно чуть схватится, будет легче нам лепить наши биштексы. Пока что у нас все дело стоит. Мы с вами нарежем наши помидоры на салат. Нам потребуется помидор. Один желтый у нас будет. Один розовый. Листья салата Романа. И лук зеленый. Резаем наши помидоры. Помидоры можно любые брать. Какие удобные. Черри, обычные. Нарезаем достаточно крупные. Так же рвем просто листья руками. Так же рвем Романа. Кто любит середину добавлять, то есть вот это может добавлять. Кто не добавляет, может добавлять. Я не добавляю. Так же нам, мы все нарезали, так же нам понадобится сыр соленый. Можно просто домашний, то есть не соленый. Можно соленый. Я предпочитаю соленый сыр. Именно в этот салат. Так, теперь мы делаем нашу котлету. Сейчас отключим котлету. Перемешиваем еще раз. Жарим немножко котлету на сливочном масле. С добавляем чуть оливкового масла. Грамм 50 где-то. Так, формуем нашу котлету теперь. То есть получается достаточно большая. Сейчас мы ее закатаем. Чуть-чуть ее добьем. Сейчас она у нас полежит. Включаем сковородку. Сначала ставим на маленький огонь. Сразу подбиваем чуть-чуть масла нашего. В руках ее прям чуть-чуть подбиваем, чтобы она схватилась. И делаем ее достаточно плоскую. Она сама по себе поднимется потом, когда какой-то нажарится. Так же мы потом добавим туда веще. Так же мы потом добавим туда веще. Чуть-чуть к пеньяну. Пока наш бештекс нас жарится, мы с вами процеживаем наш соус. Потребуется просто маленькое сито. Смотрите. Все, соответственно. Все, все. Процеживаем. Получается вот такая вот эмульсия сметанная. Овощная. Этот соус можно использовать абсолютно, в принципе, на любые салаты, особенно кто любит сметану. Сейчас еще чуть-чуть процедим, и все, и нам хватит. А это оставим на ночь, пусть простаивается дальше. Все, у нас процедили. Получилась у нас вот такая масса сметанная, воздушная, пышная. Котлеты наши жарятся сегодня. Можно добавить еще туда сливочного масла. Сливочного масла много не бывает. Чем больше, тем ароматнее, сочнее. Почел даем хороший колер на одной стороне. Почел даем хороший колер на одной стороне. Берем сыр. Нарезаем достаточно крупным кубиком. Выкладываем на тарелку. Так, берем оливковое масло, заправляем наш колодок. Чуть-чуть оливкового масла. Чуть-чуть рубленого зеленого лука. Спрашивают, что за сыр? Сыр можно использовать в фету. Это просто обычный домашний соленый сыр, который продается на любом рынке. В том же метро продается, например, в таксах обычно. Тоже подойдет. Добавляем му. Добавляем дробленый перец в салат. Чуть-чуть. Добавляем дробленый перец в салат. Чуть-чуть. Добавляем соль. Обычный мел тоже чуть-чуть. Все это дело перемешиваем. Теперь берем наш соус. Заливаем наш сыр. Получается у нас подушкой из сметанного соуса с сыром. Выкладываем наш салат. Добавляем чуть-чуть свежей петрушки. Добавляем салат. Добавляем чуть-чуть свежей петрушки. Добавляем салат. Добавляем чуть-чуть свежей петрушки. Переворачиваем салат. Добавляем салат. Добавляем салат. Добавляем салат. Чтобы это напомнить что пошло в котлеты? В котлеты у нас пошло рубленое говядина вырезка, семя горчицы, вымоченное, замоченная, то есть на 2 часа в кипятке. Соленый огурец, дробленый перец, соль. Все. Котлете больше ничего нет. Мы ее нарезали мелко, вымешали, она чуть постояла, промывали нашу шайбу и жарим на сливочном и оливковом масле 50 на 50. После того, как перевернули, добавили тимьяна для аромата. Сейчас она чуть схватится снизу и мы ее закроем крышкой, чтобы она протомилась чуть-чуть внутри. Нам также понадобится для этого блюда бородинский хлеб. Одна только бородинского хлеба. Также нам потребуются маринованные огурцы. Можно маринованные, можно соленые, можно свежие. Сегодня мы используем маринованные. То есть вовнутрь у нас пошло соленый огурец, сверху у нас будет маринованный огурец. Сейчас с вами сразу натрем, на крупную. Где-то граммом 50 у нас будет. Мясо накрываем крышкой. И оставляем буквально где-то минут на 5. То есть у нас с каждой стороны мясо жарилось полтора сантиметра высотой, жарилось где-то 5 минут с каждой стороны. Ну и к 4 минуты точно. Мы когда снимем наш бештекс, мы там будем жарить с двух сторон наш хлеб. Чуть-чуть обжарим в собственном соку. То есть из-под мяса будет очень вкусно. В этот салат можно, кстати, добавлять орехи, кедровые, миндальные. Никакие любите. Кстати, советую вам вот именно дробленый перец. Потрясающий просто. Очень крутой. То есть не... Я хотел сначала использовать мельницу, но вот этот перец намного круче, чем мельница. Спрашивают, давно ли вы работаете поваром? 10 лет. Просит рассказать о себе. С самого начала. Зовут меня Евгений Кузнецов. Я шеф-повар ресторана «Сибирь-Сибирь». Работаю поваром уже 15 лет. Стажировался в Гонконге, в Дубае, в Испании, в Италии, во Франции. Много где был, много что видел. Работал с такими людьми, как Ярошенко. Сейчас еще пару минут, и будем уже наши котлеты доставать. Будем жарить хлеб. Нарвем. Нам потребуется петрушка свежая для украшения тоже. Петрушки тоже много не бывает. Полезно. Много витамин. Зеленая бочка у нас. Все здесь. Приобретите себе такую же, и у вас будет точно все получаться. Спрашивают ваши любимые блюда в вашем ресторане. Ну, так как я люблю дичь, можно сказать, я на ней вырос. Я самый охотник, рыбак, и мне очень нравится дикое мясо. То есть я предпочитаю вырезку оленя с молодыми овощами. Это самое лучшее. Оно у нас есть в меню. Также есть в нашей доставке. Можете заказать, попробовать. Можете заказать полуфабрикат. Могут вам вырезку просто привезти сырую, в вакууме. Сами дома ее пожарите до медиум-ре, например. Ну, или медиум. И с малиновым соусом съедите. Если вам лень жарить, закажите у нас, мы за вас ее пожарим, вам достанем. Какой ваш любимый быстрый вкусный завтрак? Быстрый... И вкусный. А, сосиски из микроволновки. Во! Просто. Берете две сосиски, берете вот такую глубокую тарелку, кидаете две сосиски, немножко воды, пищевая пленка, на минуту в микроволновку. Все, вот, просто. Быстро, вкусно и недорого. Всем советую. А выпечку готовите, спрашивают? Да, готовим. У нас, кстати, тоже можно заказать в ресторане. Мы готовим бородинский хлеб свой, багеты, луковые булочки, пироги открытые, закрытые, кулебяки. То есть, все готовим, все есть. Вот наши котлеты уже чуть пропарились, еще буквально прям три минутки. Даже не три, а одну минутку и хватит. Что сегодня на завтрак готовили дома? А я сегодня ничего не готовил абсолютно. Я на диете, потому что уже большое, надо худеть. То есть, вроде все на изоляции, худеют, а я что-то никак не могу прийти к этому. А вообще, на самом деле, яйца. Кушайте яйца, особенно деревенские. Будет все супер. А где ресторан находится? Улица Смоленская, дом 8, это возле МИДа прямо. Кладу на нашу. Чуть больше делаем огонь. Жарим наш хлеб. То есть, вот смотрите, мясо, сок, в нем жарим наш хлеб. Будет просто, просто пушка. Чуть-чуть прям с двух сторон. Жарим. Выкладываем наши огурцы сверху. Украшаем петрушку. Сверху наш дробленый перчик. Оливковое масло. Переворачиваем наш хлеб. Вот этот фимлянчик, который есть, на него, чтобы он пропекался. как чуть-чуть появится колер, тогда будем уже снимать. Внутри он должен быть сочным, наполнен соком от мяса. В принципе, все. Мясо. Мясо. Вот и все. Вот такие простые два блюда. ничего сложного. Все быстро. Все на ваших глазах. Самое главное, что вкусно. Готовьте. Дома. Кушайте. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Всех целую. Обнимаю. Тип deserved. Будьте здоровы. Дымсы.